Итоги уходящей среды Дети на дорогах. Госавтоинспекция призывает к внимательности во время весенних каникул. Детительная просьба родителей напоминать детям о том, как нужно проводить свое время безопасно, разговаривать с ними о правилах дорожного движения. Что говорят цифры и статистики? Глупые снежинки, не тревожьте март. На дворе середина марта, а по ощущениям, когда дождливый ноябрь и первый снег. Когда прояснится небо. А также воздушная тренировка, новый сезон и биометрические паспорта. Главный документ белорусов претерпит изменения. Когда? Поджог киоска, повреждение милицейского авто, блокировка ЖД путей и сомнительное граффити на рекламном щите. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении четырех горожан. Бобруйские участники дворового чата обвиняются в совершении ряда преступлений. Мужчины, как сообщается, познакомились в соцсети и время от времени встречались для обсуждения обстановки в стране. Затем приятели перешли от слов к делу. В период с 1 по 10 октября они красной краской разрисовали белые элементы остановки, а также подложили под колеса машину правоохранителя острые предметы. Еще одним преступлением стал поджог ларька. Нарушители устроили фаер-шоу и на железнодорожных путях в Осиповичском районе. Подозреваемым обменяют 7 статьй уголовного кодекса среди них. Особо злостное хулиганство, порча имущества, а также участие в беспорядках. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Вредная посуда с начала года в стране действует запрет на использование пластика в общепите. Как это отразилось на местных кафе спустя 2,5 месяца? Почему процент пластмассовых отходов на спецавтор предприятия увеличивается, и кто занимается разработкой биоразлагаемой посуды в Бобруйске? Ответ искала Ольга Васенда. Прийти в кафе со своей чашкой или термокружкой еще не стало правилом, скорее исключением. Но это пока. Каждый день эту кофейню на Советской посещают свыше сотни человек. И как сейчас модно, берут капучино с эклером с собой. Посчитайте сами, сколько за день получается пластиковых отходов только в одном заведении. В Бобруйске их больше двух сотен. Напомним, с 1 января правительство запретило использовать в общепите одноразовые пластиковые вилки, ложки, ножи, палочки для размешивания, стаканы, тарелки, соломинки. В стоп-лист также попали неэкологичные контейнеры, лотки, коробки и ланчбоксы. Мы сменили посуду еще до вступления в силу этого закона. Стаканчики у нас были с самого открытия кафе. То есть это уже 3,5 года мы пользуемся биоразлагаемыми стаканами. Крышки у нас появились тоже еще до выхода закона. Ну и потихонечку, постепенно мы стараемся полностью все заменить на био. В судьбу экологической ситуации вмешался и коронавирус. Неблагоприятная эпидобстановка диктует свои правила. Теперь хлеб, булочки и кондитерские изделия на полках супермаркетов лежат в герметичной упаковке из ПВХ-пленки или полиэтилена. А это приводит к увеличению пластиковых отходов. Вредный мусор поступает на спецавтопредприятие. Статистику подпортила пандемия. Если брать PET-бутылку, оно пошло на снижение. Стекло на оборотное увеличение. Если брать остальные отходы пластмассы, то они пошли на увеличение. Процентов на 15 больше, потому что сейчас в магазинах видите, что все продукты идут в упакованную. Поэтому процент будет идти вверх. Худшее из дел – выброшенный пластик на улицах. Он разлагается на частицы, попадает в воздух, почву, в воду, угрожает рыбам и птицам. При его сжигании происходит выброс в атмосферу органических веществ. Ошибочное мнение, что микропластик не опасен для людей. Его накопление в человеческом организме может вызывать даже повреждение внутренних органов. С одной стороны, кажется, что пластиковая посуда одноразовая – это достаточно удобно. То есть не надо мыть, взял, поел, выбросил, и не задумываешься дальше, куда это все пойдет. Вопрос о переработке одноразовой пластиковой посуды, он достаточно, скажем так, в зачаточном состоянии. То есть технологии на сегодняшний день не позволяют переработать ту массу. Потому что если, например, взять даже не одноразовую посуду, а пакеты, которые полиэтиленовые, то в одну минуту в мире образуется один миллион пакетов. То есть понимаете, какой будет. Значит, второй путь – это переход и использование биоразлагаемой посуды. Экологичное решение нашла Бобруйская компания «Спецэкоклининг». Она одна из первых в стране и единственная в нашем городе начала производство биоразлагаемой посуды на основе кукурузного крахмала. Однако найти эту экопродукцию в масс-маркете пока проблема. Из-за закрытых границ запустить масштабное производство бизнесмены не могут. Необходимо специальное оборудование. Наша биопродукция подтверждается соответствующими сертификатами и лабораторными исследованиями о биоразложении. Она не требует утилизации и полностью разлагается за 9-12 месяцев. При оперативном сроке производства мы реализуем практически все виды биоразлагаемой одноразовой посуды. Мы готовы предложить нашим клиентам широкий спектр услуг. Начиная с выбора цветового решения изделия и заканчивая доставкой готовой продукции в нашем городе и по всей территории Республики Беларусь. К 2023-му Беларусь планирует полностью отказаться от пластика в общепите. Не исключено, что и во всех сферах экономики. Здесь же медицина, производство и торговля. Сегодня пластиковый мусор – одна из самых острых экологических проблем нашей планеты. Только задумайтесь, его разложение занимает от 100 до 500 лет. Больше всего от него страдают океаны, которые становятся пристанищем неутилизированных бутылок, пакетов и контейнеров. Каждый день и каждую минуту в воду попадает целый грузовик таких отходов. Если мы сохраним этот темп, к 2050-му, по расчетам ученых, в океане будет больше пластика, чем рыбы. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Андрей Богдан, Бобруск, 360. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксированы 1124 пациента с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 305 270 человек. Греция признала российскую вакцину «Спутник Ви» наравне с европейскими препаратами. Вакцинация не станет обязательным условием для потечения страны туристами, но поможет избежать некоторых формальностей. С 14 мая Греция планирует открыть границы для граждан Беларуси, России и Украины. Министр туризма страны ожидает, что этот туристический сезон будет лучше, чем прошлый, а также отметил, что роста цены турпакета не будет из-за жесткой конкуренции. Боевая подготовка, белорусские здравницы и онлайн-сервис. Белави запустила новое мобильное приложение. Как оно работает? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Александр Лукашенко подписал указ о Конституционной комиссии. В ее состав вошли 36 человек. Руководить ее работой будет председатель Конституционного суда, заслуженный юрист Беларуси Петр Миклашевич. Комиссии поручено разработать предложения по изменению Конституции Беларуси и обеспечить их всенародное обсуждение. До 1 августа этого года Конституционная комиссия должна представить президенту выработанное предложение по изменению основного закона страны для последующего их вынесения на республиканский референдум. В Беларуси с 1 сентября вводятся биометрические паспорта. Это упростит прохождение контроля при пересечении границы, автоматизирует процедуру идентификации личности, поспособствует развитию электронных сервисов. В новый документ будут встроены микросхемы с фотоизображением, отпечатками пальцев рук и другие персональные данные владельца. Белорусские и российские военные проводят совместную штабную тренировку на этом этапе в качестве полигона «Небо союзного государства». Там сейчас проходят наиболее усиленные тренировки. Вопросы обеспечения безопасности в воздушном пространстве уже отработали представители обеих стран. На особом контроле – совместное управление региональной группировкой войск. К новому сезону готовятся белорусские санатории. Сейчас там поправляют здоровье более 15 тысяч человек. Каждый десятый – иностранец. Все большим спросом пользуются и раннее бронирование. Ожидается, что летом поток пациентов будет максимальным. К слову, в 2020-м их заполняемость составила порядка 60%. Belavia запустила мобильное приложение для покупки билетов и регистрации на рейсы. В будущем планируется увеличение количества доступных функций. На данный момент тестируется базовая версия приложения. Новый мобильный сервис доступен для скачивания в App Store и Google Play. О безопасности с малых лет меньше двух недель остается до весенних каникул. В это время госавтоинспекция усилит контроль. Как правильно вести себя на дороге, что обозначают различные знаки, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя. Об этом и многом другом рассказали учащимся третьего класса второй гимназии. В роли ораторов – местная команда ЮИТ. Юные инспекторы также продемонстрировали навыки езды на двухколесном байке. Каждый месяц у нас проходят профилактические мероприятия. Начинаем нашу неделю мы с пяти минуток безопасности, где классные руководители, учителя-предметники проводят беседы по правилам дорожного движения. Многие ребята начинают ездить на велосипедах, санкатах, скейтах. Поэтому убедительная просьба родителей напоминать детям о том, как нужно проводить свое время безопасно, разговаривать с ними о правилах дорожного движения. Проблемы детского травматизма остаются одной из самых острых. В Бобруйске за 2020-й произошло 9 таких ДТП. 10 несовершеннолетних получили травмы. Это и лобовое столкновение, и наезд на велосипедистов. Вместе с тем немало случаев, когда происшествия происходят по вине и невнимательности детей и их родителей. Среда выдалась пасмурной и дождливой. На календаре середина марта за окном настоящая осень и нестабильный плюс. Долго ли тренд? Виктория Полевко. Холод в Европе задержится еще как минимум на неделю. Таковы предсказания метеорологов. В белорусских прогнозах пасмурная погода, мокрый снег, метель, дождь и температура воздуха ниже нуля. Это значит, что смену гардероба пока следует отложить. Не стоит спешить перебываться и водителям. На дорогах ожидается гололедица. На дворе середина марта, а по ощущениям, как дождливый ноябрь и первый снег. Но не стоит отчаиваться. Уже со следующей недели весна вступит в законные права и осветит промерзшую землю своими солнечными лучами. Синоптики обещают до плюс 11. Нулевая видимость, отмененные рейсы и мини-каникулы для школьников. Песчаная буря в Китае натворила дел. В результате сильного ветра, пыли и песка затруднено движение, а небоскребы в центре столицы исчезли из виду. Благодаря высадке деревьев и кустарников снизилась разрушительная сила воздействия шторма на другие части государства. Тем временем на западе США зимний шторм Ксили отменил более 2000 авиарейсов и закрыл основные автомагистрали. Местами намело более 30 сантиметров снега, в результате чего образовались большие заносы, аварии и пробки на дорогах. Десятки тысяч людей оказались без электричества. Больше других пострадали штаты Колорадо, Вайоминг, Небраска и Аризона. Завтра небо над Бобруйском затянуто облакам. Ожидается пасмурная погода, метель и мокрый снег. Ветер северный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, днем плюс 3. 19-го местами кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах слабый туманный гололед на дорогах Гололевица. Ветер с северной четверти 4, 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, минус 6, днем минус 1, плюс 4. Такую же погоду за окном синоптики обещают и в выходные. С уикендом на свежем воздухе пока стоит повременить. Виктория Полевко, Максим Галенко, Бобруск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok